Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о книгах. Точнее, ну, просто показать книги, которые мне нравятся, которые у меня есть, которые я читала, может, вам будет интересно это. И еще хотела сказать такую вещь, что многие люди почему-то считают, что если ты читаешь прям много книг, то ты там умный, собственно, от слова, начитанный. Но мне кажется, это не совсем так, потому что зависит от того, что ты читаешь и как ты читаешь. Потому что вот некоторые люди, они читают очень много. Прямо вот за день там целый роман на тысячу страниц могут прочитать. Но, во-первых, есть такие книги, которые не особо, чтобы развивали, просто, ну, хрень какая-то. А бывает, что человек не вдумывается как будто в то, что читает, и сам не понимает смысла. То есть читала одно, а по итогу смысл-то совсем другой. Конечно, мы можем понимать некоторые вещи по-разному, но все равно есть какие-то аспекты, которые неоспоримы, так сказать. Так вот, к сожалению большому, у меня очень мало с собой книг, которые, ну, именно бумажные. Потому что в основном я читаю просто вот по, ну, онлайн, в общем, по интернету. Ну, вот, так. Сейчас, моя детская книжка, которая мне нравится. Роза и семь братьев называется. Вот она. Вот она. Не знаю, как тут освещение очень плохое, простите. Я записываю уже вечером, потому что... Ну, в общем, она Луиза Олкот, Роза и семь братьев. Чисто я уже не помню, о чём она. Я её читала в 11 лет, по-моему. Вот, но я помню, что она мне понравилась, так что если вам, собственно, есть где-то 11 лет, вы меня смотрите, то может вам тоже понравится. Вот. Я вообще люблю такие всякие книжки. Вот, потом... Потом я читала из похожего на это... Или... Короче, я не помню. В школе мы проходили... Записки маленькой гимназистки, или, по-другому, записки институтки Лидии Чарской. И мне эта книга очень понравилась, и... Я решила, что я хочу её приобрести, чтобы она у меня была, чтобы она у меня стояла на полочке. Я её вспоминала, может, там что-то открывала, перечитывала. И несколько дней назад я сходила в книжный магазин и купила вот такую вот книжку. Блин. Так. Вот, тут, сзади, собственно, Лидия Чарская. Я, кстати, узнала, что Чарская, это у неё псевдоним. Абсолютно случайно. Тут ещё книжна Джаваха. Или как это произносится? В общем, я думаю, может вспомнить детство. Я же... Мне же 69 с половиной лет. Надо, в общем, почитать. Вот. Потом... Я ещё тогда прочитала Джен Эйр. Мне эта книга тоже очень понравилась. Но я её, по-моему, не дочитала. И полностью дочитала только через два года. Что-то такое я припоминаю про себя. Вот. Причём я вспомнила, на каком месте я остановилась. Без закладки, без всего. То есть, очень так удачно получилось. Вот. И, в общем, мама мне предложила тогда, что раз мне понравились записки Маленькой Гимназийской. А, кстати, у Лидии Чарской ещё как-то Сибирочка. Или как я читала, в общем. У меня почему-то это было название Маленькая Сибиряночка. Или ещё-то такое. Книга именно была. А потом я узнала, что название на самом деле Сибирочка. Вроде как-то так. Вот. И мама мне предложила почитать Полианну. Вот. И я её брала у бабушки. Эту книгу. И вот как раз тоже в тот же день, пару дней назад, я купила именно Полианну... Ну, для себя тоже книжку бумажную. Вот она. Полианну. Ну, она мне больше всех понравилась просто. Я именно про книгу, потому что там я бегала по магазинам где-то час. И я нашла, кроме этого, ещё три издания. И там мне просто не понравилось, как Полианну нарисована. Я попросила, чтобы мне достали с верхней полки именно вот эту книгу. Вот. И ещё мама мне тогда купила, когда я почитала Полианну, которую мне давала бабушка, ну, у бабушки была книга, «Возвращение Полианы». Полиана вырастает по другому названию. Вот. Тоже Ленард Портер. Вот. Сейчас. Не знаю. Я без очков, поэтому не понимаю в этом маленьком экранчике. Себя вижу чуть-чуть. Вот. Это, в общем, книжки, которые, ну, такие детские. Но они мне очень нравятся. Не знаю. Мне кажется, их можно в любом возрасте перечитывать. И я, кстати, узнала, что то ли синдром, то ли, как это называется, Полианна. Когда человек позитивно воспринимает даже какие-то ситуации очень плохие. То есть, как вот у Полианны было, что там родители умерли. Я не буду сейчас пересказывать сюжет. Вот. Там тетя злая и всё такое. Она всё воспринимала очень так радужно, очень всё позитивно. Может, где-то лет 10-11 я тоже болела с синдромом Полианны. Или как там. В общем, не важно. И сейчас я уже посмотрю в телефоне. Телефон у меня вот с третезолотистым. Зачем я показываю телефон? Ладно. Я надеюсь, что общая запись идёт. Так вот. Хочу показать. Сейчас, маленькая секундочка. Я сфотографировала. Я записала, а потом это сфотографировала, чтобы сразу открыть. Но, как видите, сразу у меня не получается, где эта галерея долбанная. Вот. Просто перечислить книги, которые мне нравятся. Я не знаю, зачем вам эта информация. Но, может быть, это будет вам интересно. Вот. Я хотела сказать, что самая моя любимая книга, которую я прочитала год назад весной, по-моему. Это Виктор Маргарит, Моника Лербье. Или по-другому, в советском варианте, она звучала как холостячка. Не знаю, эта книга прям... Не то, чтобы она произвела на меня какое-то там впечатление или ещё что-то. Ну да, она произвела на меня впечатление. Но она стала... Не одной... Ну, как бы... Короче, моей любимой книгой. Просто вот в ней соединилось всё, что мне нравится. И вам это вряд ли понравится, потому что у меня вкус специфичный. Ещё, кстати, могу сказать про книгу, которая на меня произвела большое впечатление. Это История О. Но... Она произвела на меня скорее негативное впечатление. Как 50 на 50. То есть, эта книга мерзкая, но... В ней действительно есть смысл и... В общем, есть над чем подумать. Я не люблю говорить такие фразы пафосные, типа... О, да, можно посчитать то, над чем есть подумать, там, ля-ля-ля. Вот. Ну, это действительно так. Ещё я читала, кстати, популярную книгу, которая бестселлер. Там, над пропастью в Орже. По-моему, это хрень. Мне она не понравилась. Сори. Сейчас будет дизлайк от Писка. Но это действительно стрёмная книга. Вот. Это чисто моё мнение. Я сейчас чисто своё мнение выражаю. А оно мне очень специфично. Я об этом предупреждаю. Вот. И... Ещё я читала тоже бестселлер. Но только потому, что мой одноклассник и, собственно, приятель, он эту книгу читал. И я заинтересовалась. Дэвид Кис, по-моему. Или Дэниел. Я сейчас... Я сейчас, блин, это... Поплошаю. Я плохо запоминаю имена автора. Короче... Дэниел, по-моему. Или нет? Или... Короче, цветы для Элджернона. Очень классная книга. Тоже одна из моих любимых. Очень хорошая. А что касается книг, как мемуары, или что-то такое, мне очень понравилась книга Эти Хиллисом. Я никогда и нигде не умру. То есть Эти Хиллисом это женщина, которая... Ну, жила в Нидерландах и была еврейкой. Во время Второй мировой войны. То есть она описывала там себя, свою работу просто вот. Просто она описывала свою жизнь, она не знала, что она попадет вообще в концлагерь или что. Но она попала в концлагерь и как бы она там умерла. И в общем такая книга... Я после нее достаточно долго плакала. Вообще книги, после которых я долго плакала, они почему-то становятся моими любимыми. Потому что вот после Полиана я очень сильно плакала. Я даже, кстати, помню, как я ее читала. То есть я была летом на отдыхе, я сидела в машине, шел дождь. А я очень люблю сидеть в машине. Ну, просто мы были как бы стоянка, то есть мы жили в палатках. И я села в машину тогда. И шел ливень вообще, было пасмурно, там гроза вообще, по-моему, была. А я сидела, читала Полианну и так балдела, мне так нравилось. Еще, кстати, мне нравится Бальзак. Но почему-то единственная книга, которая мне у него прям сильно понравилась. Я не сильно много у него читала, вообще у него много произведений. Так что, так, я читала Блеск, не читаю Крутенок. Это, по-моему, самая длинная книга из тех, которые я у него читала. Я читала в основном рассказы. Вот, мне очень понравился у него рассказ «Побочная семья». Если хотите, можете почитать. Это очень хороший рассказ. Он тоже заставил меня о некоторых вещах задуматься. Ну, вот просто абстрактно помыслить. О, сейчас кое-что расскажу. Я читала, нет, сейчас я скажу лучше про художественную литературу, про русскую. Мне не особо нравится наша русская литература, то есть, если честно, «Мастера Маргарита» я не читала и не собираюсь читать. Мне Пушкин не очень нравится, но мне нравится «Диамон», зато мне, кстати, «Демон» очень понравился, по-моему, он так называется. Простите, у меня просто в голове такая путаница, что я очень быстро забываю название произведений и название имена авторов, и могу как-то что-то менять. Так, мне вот наши советские писатели наши мне не очень нравятся. Тургенева мне понравились «Отцы и дети». Вот это, я считаю, хорошее произведение, очень качественное. А вот «Обломов», если вы школьник, и если вы сейчас эти произведения проходите, то «Отцы и дети» прочитайте обязательно, потому что это очень, это актуально и сейчас, это очень хорошая книга, очень такая полезная. Ну, в общем, она у меня вызвала только положительные эмоции, вот. И она не сильно длинная, там что-то страница 200, может, меньше, но это достаточно мало для классики, тем более. А вот «Обломов» — это Гончаров, по-моему, автор, вот это вот лучше этот трэш. Это самая ужасная, я считаю, книга, потому что она очень скучная, но она и самая худшая, и при этом одна из самых лучших, потому что очень хорошо передана вот эта вот часть. То есть, что «Обломов» там лежит, там Кира не делает, там всё. То есть, и сама жизнь у него, получается, впустую проходит, и она скучная, и всё. И ты читаешь, и у тебя тоже ощущение, что ты сейчас время тратишь пустою, что ты сам, блин, обломов всё, что ты какой-то хернёй страдаешь. Вот. Так вот, лучше прочитайте краткое содержание, а вы ничего не потеряете. Там очень мало событий, но, как бы, что там, 500 с лишним страниц читать — это полный ад. Книга, которая меня разочаровала, это «Преступление и наказание». Я думала, это будет что-то, что не то, что перевернёт моё мировоззрение, но просто мне будет интересно. Нет, это очень скучная книга, очень тяжело её читать. Не могу её назвать даже, ну, даже... Ну, нет, всё-таки это хорошая книга, не буду гнать на Достоевского, тем более, блин, меня сейчас захейтит. Кстати, я читала полностью «Войну и мир», полная нудятина, и вообще мне «Толстой» не нравится, вообще не согласна с него в многих аспектах. Он просто навязывает так свою точку зрения, вот, и тот герой, который мне не нравится, он у него в результате... С ним всё хорошо. А мой любимый герой — это князь Андрей, если что. Если вам будет это как-то интересно. И ещё хотела сказать про... Что это там у меня? А, ладно. Ан Галон. Ан и Серж Галон. Это уже французская классика, я сейчас буду прыгать туда-сюда, потому что я так много всего перечитала. У меня после каждой книги у меня есть своё мнение, и я хочу что-то там рассказать. В общем, у Ан Галон я читала всю серию «Анжелика» из 13, по-моему, этих томов, в общем. А-а-а, зря я это делала. Я вообще сначала пришла, так получилось, что мы с подружкой, ну, приятельницей и одноклассницей делали стенгазету у неё дома. И, в общем, был ватман у нас, вот, и мы его красили красками, в общем, и он немного стал приподниматься. Ну, естественно, когда там воды нальёшь, то вода, это, ватман, короче, начинает как-то скатываться. И там просохло чуть-чуть, и... А мы были дома у как раз моей приятельницы. Она положила книжки, достала вот из шкафа книги, уложила по ватману, так, ну, типичная ситуация. И, в общем, я среди этих книг увидела как раз Анжелику. Я заинтересовалась, что это вообще за книга, спросила. Ну, мне приятельница сказала, что вот ей мама рекомендовала эту книгу почитать, что это, типа, пособие какое-то по всем этим любовным делам и всё такое, но моя приятельница не хотела. А я заинтересовалась, но больше не вот этим вот. Мне просто обложка понравилась, она была просто синяя, и на ней белым было написано Анжелика. Вот, по-моему, 90-х ещё годов издания. В общем, я её почитала, начала читать, мне понравилось, и потом я её читала, долго не могла я дочитать первую именно книгу, но я считаю, что это одна из самых лучших из всей серии. То есть это Анжелика, потом вторая часть Пути Версаль, она мне, наверное, больше всех понравилась, и я прям вообще... Я некоторые книги, вот такие длинные, по 500 страниц, потом побольше, я могу за один-два дня прочитать, потому что мне очень интересно. И вот Пути Версаль, она была как раз именно такой. Ещё мне понравилось что-то из серии Неукротимая Анжелика, по-моему. Да, Неукротимая Анжелика, где она попадает там к этому... к султану. Я считала, что это одна из самых жестоких книг, которые я прочитала, потому что там пытки описываются. Но самая жестокая книга, которую я прочитала, это вот... 50 на 50, это история О, но история О, она ещё и супермерзкая. А вторая, это... Я сейчас как двоечник не отвечаю, я так забыла, как его зовут. Ладно, неважно. Сот мучений, в общем, называется книга. Октав Мербо, вот. Тоже французская классика. Эта книга мне понравилась, и я считаю, что... Ну как, это сложно сказать, что понравилась. То есть те, что нравится читать всякие мерзости, там, жестокости, то, как люди переносят боль другим людям, а потом смеются им, это нравится тебе, это нравится? Нет, мне понравилось, что эта книга иронична. Вот. И сейчас перейду к такой литературе уже не художественной, хотя, может, я по пути что-то вспомню. Вот. Мне очень понравилась книга Франческо Альберони. Дружба и любовь. То есть это социология, психология, психоанализ. Это вот где-то вот в этой сфере книга. Тоже очень полезная, я считаю. Если у вас там... Мне кажется, это в любом возрасте, если вы находитесь, вы можете это почитать. И там что-то, какие-то вещи очевидные, а какие-то интересные тоже есть над чем подумать. Вот. И еще тоже по психоанализу у меня есть книга. Ученицы Фрейда. Лу Андреас Саламе. Вот. Я ее читала. Не так давно. Ну как? Полгода назад где-то или больше. Нет. Я ее читала где-то в апреле. В общем, тоже хорошая книга, очень интересная. Она, кстати, стоила рублей 100, по-моему. Или меньше, что-то 50 страниц где-то. Она очень быстро читается. Но там пока читаешь, если потеряешься, ну, задумаешься на секунду и просто прочитаешь, уже дальше не поймешь, о чем я читал. Приходится перечитывать. Ну, мне кажется, это у всех бывают такие моменты. Но здесь это особенно явно чувствуется. Но книга хорошая, потому что тоже позволяет понять некоторые вещи. Я вообще люблю такие книги, которые заставляют меня думать о чем-то, о чем я и не подозревала, и у меня просто мыслей не было каких-то. То есть какие-то вот такие философские штуки, что-то такое. Полезненько на самом деле. Еще могу сказать, что я вообще где-то начиная с апреля по... Вторая... Короче, вторая половина июня. Я прочитала весь свой огромный список литератур, которые я хотела прочитать. Вот. И... В общем, сейчас я... Я, кстати, придумала, что я буду читать. Я потом, может быть, расскажу. Но я не скоро буду читать. Это роман будет длинный. В общем, а зачем мне его вам говорить? Я просто забыла название. Может, и не забыла. Сейчас я посмотрю. Я попутно расскажу вам еще что-нибудь интересное. А может быть, и нет. В общем, я читала... Есть такой фильм. Нежные кузины. Вот. Я читала это произведение. Оно неплохое. И еще есть... Тоже фильм снят по нему. Дневник горничный. Дневник горничный. Я смотрела несколько экранизаций. И вот экранизация, которая, по-моему, была самая старая, из которых я смотрела, там, 50 какого-то года, с, по-моему, Жанном Моро там играет или кто. Самая лучшая, по-моему. А книга... Вообще... Книга ужасная. Мне не понравилась. Еще я читала... О, кстати, хорошая книга. Вспомнила. Я не знаю, как произносится имя автора. Антон Уллерих или как? Джек. Про Джека-потрошителя. Блин, где же это? А, вот. Святилище. Кто у нас автор? Уильям Фолкнер. Святилище. Хочу почитать. Вообще, у меня нет сил особо, чтобы читать, но вот так. И еще сейчас я вспомнила про одну книгу. И сразу же забыла, как самое часто бывает, потому что очень-очень много всякой информации. В общем, из того списка я прочитала все. Практически, что было в свободном доступе в интернете. Потому что... Вот... Моника Лермье, она есть в свободном доступе, без скачивания, без всего. Ее можно просто так почитать. Но при этом купить эту книгу... Вот я хочу купить книгу, просто чтобы она у меня лежала, и мне это нравилось. Что у меня есть одна из моих любимых книг. А ее просто нет в наличии. И все. И я не могу ее купить нигде. И меня это раздражает. Вот почему так? Почему именно так? Вот всякая параша там... Сто тысяч изданий, блин, висит там... Блин, изданий... Со всяких издателей, если там одна и та же книга. Какая-нибудь хрень популярная. А вот что-то такое вообще не сыщешь никак. Еще хотела сказать, что есть книга о характерах людей нашего русского психиатра, по-моему. Психотерапевта. Я сама очень плохо в этом разбираюсь. Вот. И там про типы личностей. Тоже можете почитать. Ее можно скачать, насколько я знаю, эту книгу. Без вирусов я ее читала. Вот. Это очень интересно. То есть, просто люди привыкли, что мы делим сангвиник, меланхолик, холерик... Сангвиник. Или я уже сказала. А, сангвиник, меланхолик, холерик, фрагматик. Во. Во. Ошиблась. А там более полная классификация, которая мне больше понравилась. И она действительно под... Более реальна. То есть, вот это вот из четырех, которые даже в школе проходят. Где-нибудь на уроках общества знания. Это классификация Гиппократа еще по тому, сколько в человека находится какой-то там жидкости. То есть, там или желчи, или крови, или там еще что-нибудь. А здесь именно более современная классификация, где больше под реально конкретных людей это подходит. То есть, я, например, себя причисляю к психостенику. И я считаю, что описание, оно мне полностью совпадает. Ну, может, не полностью. Я уже не помню еще там просто. И читается... Достаточно легко читается. Мне понравилась книга. Вот так. Может, еще что-нибудь скажу, если вспомню. Хотя, мне кажется, видео уже длинное получилось. Еще у меня идет разряд аккумулятора у фотоаппарата. Так что, я не смогу долго говорить. Но! Вот что я хочу сказать. Подписывайтесь на канал. И я еще много всего интересного расскажу. Потому что у меня сейчас постепенно я лечусь, я выздоравливаю, мне становится лучше. И я стараюсь чаще снимать вот такие вот разговорные видео. Вот такие вот, вот такие вот видео. Чтобы как-то вот все разнообразить. Еще у меня есть несколько идей, несколько проектов, которые я собираюсь сделать. И, в общем, даже как-то в мыслях теряюсь. И немного стесняюсь. Не знаю, что вам сказать. В общем, всем вам спасибо. Удачи. Всем пока.